Мастера гостеприимства жителей Республики приглашают принять участие в конкурсе. Парк Дружба готов принять гостей Маханфеста. Главное кулинарное событие года пройдет в эти выходные. Столетнему юбилею Давида Кугультинова посвящается. Ученики Калмыцкой национальной гимназии представили постановку песен чудесной птицы. Правительство Калмыкии ведет планомерную работу по развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций, увеличивающих туристический поток, сообщил глава Калмыкии Батухасиков. Уверен, что новый виток развития туротрасли наш регион сможет получить благодаря вам, талантливым мастерам и краеведам, представителям сферы гостеприимства, имеющим яркие проекты по повышению привлекательности Республики. Друзья, расскажите о своих идеях всей стране. Пришло время проявить себя, обратился Батухасиков к жителям Республики. До 24 апреля можно подать заявку на участие во всероссийском конкурсе мастера гостеприимства, одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Вы сможете побороться за гранты, на реализацию проектов, пройти стажировку или получить приглашение на работу. А главное – достойно представить наш регион и доказать, что Калмыкия достойна особого внимания туристов», – подчеркнул руководитель Республики. «Россия вместе с Ираном будет искать возможности обходить санкции Запада», – заявил глава МИДа Сергей Лавров. Смена логистических направлений открывает новые перспективы для Калмыкии, Дагестана и Астраханской области. Доктор экономических тук Валерий Абрамов считает, что в новых реалиях необходимо использовать имеющиеся возможности. Транспортный коридор с выходом на Иран и дальше может быть хорошей альтернативой коридору Запад-Восток. Для этих целей наиболее подготовлены порты Аля и Махачкала, но и Лагань имеет возможность нарастить потенциальные объемы. Главным преимуществом Лагани эксперты считают незамерзающие воды и потенциал для дальнейшего роста. Глава Калмыкии наряду с губернаторами соседних регионов получает довольно сильный шанс нарастить инфраструктурное строительство, в первую очередь дороги, как региональные, так и федеральные, считают эксперты. Транссиб сегодня забит и в этом есть значительный плюс для нового логистического направления, но требуется существенная модернизация и расширение портовых мощностей на Каспии. И если серьезно начнут прорабатывать эти проекты, то нужно будет в кратчайшие сроки, буквально за 3-5 лет, существенно модернизировать всю эту структуру, чтобы не только принять, но и быстро обработать и вывести грузы железной или автомобильной дорогой. Продолжается сбор идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс. Заявки принимаются на краудплатформе до 22 апреля. Всего несколько тематических направлений. Желающие могут направить свои идеи по развитию новых моделей, повышению качества социальных, медицинских и образовательных услуг, по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки. Будут рассмотрены предложения по повышению инвестиционной активности в регионах и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых. Принимаются также технологические и кадровые инициативы. В преддверии Махан-феста, который состоится в эти выходные, в парке «Дружба» глава администрации «Листы» Шафран Тепшинов и министр экономики и торговли Республики Дмитрий Троицкий провели рабочую встречу. Вместе не прошлись по объектам грядущего фестиваля. В ходе осмотра обсудили все вопросы, связанные с организацией мероприятия. По итогам рабочей встречи сити-менеджер отметил, что городской парк готов к проведению фестиваля. Напомню, в эти выходные рестораторы Калмыкии представят для местных жителей и гостей Республики калмыцкую национальную кухню. Причем отпускные цены будут ниже, чем в заведениях общепита. К примеру, цена на кюр будет снижена вдвое. Кроме того, на площадке фестиваля пройдут мастер-классы по приготовлению некоторых блюд калмыцкой кухни. Для представителей ресторанного бизнеса эта площадка – возможность не только увеличить клиентскую базу, но и заявить о себе в масштабах всей страны. Маханфест Маханфест – это отличная площадка для объединения всех заведений общепита. В одном месте туристы и жители Республики Калмыкии смогут продегустировать и оценить угощения. Благодарим главу Калмыкии и Минэкономразвития за такую возможность. Сельское хозяйство – одно из важнейших отраслей в развитии экономической стабильности региона. В условиях санкций сельское хозяйство не пострадало. Россия – страна с огромным сельскохозяйственным потенциалом и действительно в силах обеспечить продовольствием всех жителей страны. Кроме того, может подставлять урожай и продукты в другие страны. О том, какая поддержка оказывается сельхозпредприятиям, рассказал профильный министр в ходе рабочей поездки в одно из преуспевающих предприятий по выращиванию племенных животных. Все подробности в материале Светланы Аджиевой. В Калмыкии в самом разгаре расплодные компании. Телят принимать с начала марта, а в апреле на свет начали появляться ягнята. На сегодняшний день в племзаводе Улан-Хеоче уже получено более 50% молодняка. Представители рабочей группы Минсельхоза посетили несколько животноводческих стоянок, оценили кормовую базу, ознакомились с содержанием животных, пообщались с фермерами. В хозяйстве животновода Даржи Ирнеева в этом году есть и двойняшки, и тройняшки. Уход за только что родившимися ягнятами ведется круглосуточно. Овцематки всегда на прикорме. Грозенский миринус. Надо за ней смотреть, ухаживать. Буквально первые две недели. А потом уже барабан. Зимовка прошла в штатном режиме. В этом году планируют получить приплод на 100 овцематок, 100 ягнят. Это 18 500 ягнят. По итогам 2022 года ожидается увеличение численности в хозяйстве на 30%. То есть это примерно 34-35 тысяч голов. Напомним, в 2020 и 2021 годах многие хозяйства пострадали из-за засухи. Правительство страны совместно с правительством республики приложило значительные усилия для решения вопросов финансирования сельхозтоваропроизводителей через государственные банки и лизинговые компании. Если в 2019 году субсидии племзавод получил на сумму порядка 19 миллионов рублей, то в 2020 уже 42 с половиной. То есть более чем в два раза. В этом году мы по племенному животноводству увеличиваем финансирование в полтора раза. Если в 2021 году племподдержка составляла 111 миллионов, то в 2022 уже 173 миллиона рублей. Глава республики Бату Сергеевич дал четкое поручение. Во-первых, это поддерживать племенное животноводство, поддерживать селообразующие предприятия. Потому что если не будет таких предприятий, как Улан-Хёч, тот же самый Чапчаево, 28-я армия, САРПА, Первомайский и так далее, то, к сожалению, я думаю, что и селы начнут приходить в упадок. Поэтому РКР это прекрасно понимает и оказывает внимание всячески. То же самое можно сказать и развитию кормовой базы. Своевременная финансовая помощь помогла максимально сохранить численность поголовья в непростое время. Сейчас ситуация в хозяйстве стабильная. И в финансовом, и в производственном плане, заверил министр. Помимо этого, в этом году мы предусмотрели новый вид государственной поддержки. Это субсидия на приобретение племенного молодняка. Улан-Хёч уже подал заявку на приобретение трех тысяч ярок. И мы ожидаем, что в апреле месяц они такую государственную поддержку получат. На эти цели будет доведено 36,5 миллионов рублей. Племзавод Улан-Хёч имеет колоссальный потенциал и с новым руководителем может вернуть лидирующие позиции и даже выйти на новый уровень. Директор племсовхоза Ирни Меджеев поблагодарил правительство и Минсельхоз за оказанное доверие. Вместе с министром обсудили текущую ситуацию и перспективы развития акционерного общества. Для хозяйства задачи остаются прежними. Сейчас главное восстановить былую численность поголовья крупного и мелкого скота. Найти новые подходы к наращиванию объемов производства и реализации сельхозпродукции. Содержится порядка 25 тысяч овец, из них 18 463 овцы-матки. Также содержится на базе нашего хозяйства крупнорогатый скот. 505 голов коров, юнителей 240 голов. Ежегодно животноводы добиваются хороших показателей по получению молодняка. Выращивание племенного скота всегда в приоритете. Животновод Алексей Тюрбеев ведет работу в этом направлении не один десяток лет. Просто мы сохранили. В прошлом году же сами знаете, какая зима была. А сейчас они в хорошем состоянии. Наша хозяйство занималось лицом племенной работе. Мы завозили австралийскую породу в Меренос. Также сотрудничаем с Атаропольским НЕОКом. Они приезжают к нам каждый год, проверяют нашу шерсть. В том году мы участвовали в ассистической выставке, которая проходила в Минеральных водах. Тоже заняли два первых места. Я думаю, это результат. Труд животновода не из легких. Круглый год Чаванами ведется работа по уходу за животными. Большую помощь в разгар расплодной кампании оказывают и студенты различных учебных заведений республики. Третий раз езжу сюда. В будущем я сам села поможет, если животных захочу завести или что-то еще. Опыты, так сказать, набираюсь. Учат, что не как, что только правильно делать, как использовать это все. Тут и природа красивая, тоже в Калмыке. Очень нравится все. На протяжении многих лет племзавод Улан-Хюачи реализует шерсть, овчину, баранину и племенной поголовье. Хозяйство работает рентабельно. Это единственное сельхозпредприятие в республике, которое превзошло все показатели постсоветского периода. Светлана Аджиева, Ачироубушаев, информационная программа «День республики», Яшульский район. Накануне в Рея Калмыкия прошел розыгрыш призов среди подписчиков литературно-художественного и общественно-политического журнала на калмыцком и русском языках «Тегенгрилл» на первое полугодие 2022 года. Всего в лотерее приняли участие 530 подписчиков. Среди них было разыграно 35 лотов от партнеров и друзей издания. Как отметил главный редактор журнала Донара Адарджиева, на страницах издания публикуется произведение не только калмыцких авторов. Широко представлено творчество и представителей других народов, а также начинающих литераторов. Кроме того, в «Тегенгрилл» можно увидеть работы наших земляков, проживающих за рубежом. Ну а по итогам розыгрыша главный приз телевизор достался подписчику из поселка Чкаловский Киченеровского района. Я торжественно вам его вручаю. Смотрите, читайте наш главный, забывайте. Ну, в Киченеровском районе, кстати, никогда не забывает наш родной язык, поэтому я очень рад, что и призы туда идут, куда надо. Ученики Калмыцкой национальной гимназии выступили с концертом в Калмгосфилармонии. На большой сцене школьники представили постановку «Песни чудесной птицы» по мотивам поэмы Давида Никитича Кугультинова. Яркие костюмы, народные танцы и песни – все это показали дети. Подробности у Наганы Кошрановой. Юные звезды зажигаются на большой сцене. По мотивам сказки «Песни чудесной птицы» Давида Кугультинова, школьники из Калмыцкой национальной гимназии представили театрализованное музыкальное и танцевальное шоу. В основу сюжета легла история о Хане и его птице. В попытке развеселить правителя, придворный подарил ему чудесную птицу. Она обладала волшебным голосом, но Хану не удавалось его услышать. Куда бы ее ни отвозили, она не желала петь. И лишь когда ее доставили в родные края, она прекрасно запела. Это песнь о любви к родине и свободе. Эта волшебная сказка легла в основу мюзикла на сцене Калмыцкой филармонии. Эта поэма замечательна, она поучительна. И дети, играя в этом спектакле, участвуя в этом спектакле, я думаю, самое главное, чему они научатся – это любить свою родину, ценить все то, что есть. То есть ту природу, в которой мы живем, тот край, в котором они должны любить и ценить. Вот такая замечательная, поучительная сказка-поэма. Она не только для детей поучительна, но и для всех, для взрослых. В этот день зал Калмыцкой филармонии собрал огромное количество людей. Поддержать детей собрались родители, бабушки, дедушки и все близкие. Волнительно, конечно. Они сами волнуются, родители волнуются. И очень приятно, что они участвуют, мы сможем посмотреть. Готовились прямо тщательно. И выходные дни, и в любую погоду мы старались, чтобы на репетицию они приходили. Вот меня пригласил племянник, я очень рада за него, переживаю. Как наполнение, такая гордость за него. С костюмом пока заказывали, пока шили костюмы. Так что, ну, ходила, смотрела, детки довольные. Такие все красивые, яркие, красочные. Большой аудиторией умение держаться перед людьми, умение показать все свои возможности. Это очень нужно, детям особенно. И я думаю, что это закладывается основой для воспитания. Конечно, на пользу и детям, и всем нашему обществу, населению, посмотреть на эту красоту, как дети выступают. Готовились они давно, в течение месяца. Вот сегодня мы решили прийти посмотреть на ее выступление. Мы очень рады посмотреть, как они выступят. В этот вечер сцена собрала всех учеников, от самых маленьких воспитанников Калмыцкой национальной гимназии до старшеклассников. Самые младшие артисты учатся во втором классе. Они рассказывают, что готовились к выступлению около месяца. Как признаются сами дети, волнение зашкаливало, но они справились хорошо. Я немножко волнуюсь, но мы хорошо готовились. Мы чувствуем, что это будет весело, интересно. Я думаю, что все хорошо, что все пройдет очень хорошо и быстро. Готовились мы долго, весело, устали. Мы здесь с 12 часов сидим. Я не боюсь выступать, мы очень хорошо подготовились с ребятами. И обычно как-то на сцене впервые участвую в школьном спектакле. Творческий дебют школьников состоялся успешно. Они представили свои танцы, песни и игру на дамбре. Юные таланты ни в чем не уступали профессиональным артистам. Выступление покорило публику, аплодисменты не смолкали в зале. Нагана Кашранова, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». Выпуски новостей, также и другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом чане канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке и Ростелекома и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»